валерий здорово а чё теперь вечером пашешь или вечером лучше я в субботу и воскресенье давно уже по вечерам стримы провожу ну как ты чё так как кодс блять был чё-то я как привык вечером посидеть пару часиков херню и пострадать вот вечером сидим пару часиков херня и страдает и все не напряжен катаемся бомбить от понедельник среда пятница здесь так стримы общественного значения то с подписчиками играем то занимаемся рассказами про веточки и про свое отношение к ним ой дошли до галяв устал на самом деле говорить о чё говорить вот она вершина тяжелых британских крейсеров абсолютно последовательно все по ветке получаете голиафа то же самое что и дрейк только более комфортный со всеми теми плюсами и немножко другим минусами другие минусы заключены в том что корректировщика нету остальное как все нормас лучше немножко дальность стала и углы стрельбы лучше башенка добавилась новая орудийная орудийная тем самым повысилась мощь вашего залпа и вот и все а дальше живите как хотите как на дрейке нагибаете редко стреляете зато если попадаете то по сути в имени конкурер лайт версия пробник но главное блять маленько привыкнуть к стрельбе что-то как-то геровато полетела он там поворачивает право-лево маленько поэтому и не попадаем я хожу по горным рекам что-то я не вижу как-то там на кораблике плаваешь так я ж не по горный реке то на кораблике плаваю тоже меня в горную реку то на корабле пусть команда нормально воюют сливают бои винрейт нам только снится здесь асашева вот тут вот катается но я чуть нет как на сашу насрать цель вроде есть пока стреляем ждем как союзники расплывутся да и противники что будут делать больше удивляет момент что вот чё-то 9 попаданий пожарка так ни разу ты не прокнула но и чё-то пока все равно не могу приноровиться к стрельбе линкор ближнего боя зато вон 50 тысяч похоронил где-то похоронил так шкишима там обходит и сменит наш умирает о наконец-то первый залп я нормально положил немножко под пристрелялись но он просто остановился поэтому попали мы упреждение до этого неверно брать поэтому не попали но надо отсюда уходить потому что шкишимы подходят и два корабля по сути мы потеряли кремль опрометчиво пошел вперед без какой-либо разведки просто в непонятках вылез вперед и все авик наш по флангу здесь летает ну наш авик просто здесь находится поэтому по этому флангу летает а стоять нам больше здесь не варик и москва подошла поэтому вот на этом моменте радостном надо херануть еще раз в этого мало поджогов мало не поджигаем дамаг то вроде так поднабили но все это фигня нужны пожары голиаф без пожаров все это бесполезная шляпа так как много говна в нас перекидывают о москва загорелась без лишних разговоров без лишних без лишних без лишних так стрелять надо и топить что-нибудь надо а вообще отсюда надо эвакуироваться ибо фланг сыпется и этот вопрос времени когда нас здесь полноценно щеманут очень большой вопрос блин времени так как зарядилась перезарядка надо москву сейчас пытаться на бб заловить не палатки устранены москву уже не поймаем и этого не поймаем зато бб зарядили чё хочешь не хочешь сейчас не стреляю чтобы просто отсветиться отступить но все-таки и гума вышел думал ус отойду подальше маленько собственно прочее говорил фланг трещит по швам над съебываться на съебывание пытаться поднадомажить главное что фокусе от меня не а маги или кремля те походу жопушники не светятся нихера не стреляют а мы-то отходим и воюем так этот горит на таком крейсере фугасном очень важно конечно это корректировать огонь если какой-то противник горит лучше стрелять в другого кто не горит пожары сами себя не зависит должно все гореть здесь все гореть должно и что приятно после девятки и восьмерки углы стрельбы становится очень комфортной прям вот вообще нормалек другой вопрос я опять нихера не попадаю ничего так попали попали да попали не пошли дальше вперед лолки то отвернули бегуть да давай засвети его бегуть 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 попали еще раз в эсминец но тут уж простить вы все равно бортом плывете вам похую а мне надо немножко подсблизиться мне дальности стрельбы не хватает ну чё пробьет щас шокешима не пробьет нормально уклонились а уклонились а а это значит зона для отступления вновь для нас открыто блять это то маги который реально плывет бортом и в него никто не стреляет я прям удивляюсь вот нормально сики сики шима стреляет ну прям реально бесит он бортом плавает него нихуя не лупасит так понял у меня определенные проблемы со стрельбой по стоячим целям блин определенные проблемы нас так и щемит поэтому флангу я честно говоря не знаю чем у нас там он занимается на другом а здесь ни стволов ничего не хватает хотя конечно тут противник подраздомаживается они выдыхаются я бы это даже так назвал но если пожарки у нас не будут все равно залетать то все это хель и отрас и во вторых нашему а вику блять хватило бы соображалки эсминцы по подсвечивать пока еще есть кому здесь выживать а то потом будет некому а он летает зачем-то на эту нахуй ненужную сики шима тут ягума надо стопать блять пока не перетерпедировала всех блять далеко у смоленск скоро уже дал должны будут дымы закончится и он в принципе угрозу представлять особо такую яркую уже не будет здесь главные линкоры отмудохать к этому моменту а с моей стрельбой что-то не сильно получается торпедный аппарат уничтожен но торпедный аппарат нам и нахуй не нужен так помирание развернулась на самом деле шансы добрать вот это все очень высокие были бы но не хватает какого-то одного полумения линкора блин или по цвета авика не хватает но они сыпятся сыпь отца я думаю что мы победим если сейчас неожиданно наши не посыпятся ждал я эту рлс-ку от риги специально не стрелял потому что у нас тут возможности только на один залп который мы реализовали блестящим пожаром блять без урона не пробил я там чё-то не пробил ну и на точку надо заходить конечно же быстрее опять-таки нихера непонятно где ягума авик наш летает просто на что-то тоже сверх естественно неясное и вот про чё я боялся то и как бы в конечном итоге произошло они он просто все отдаются и мрут не на рига конечно пыталась вытянуть у нас стволов недостаточно чтобы это все пробивать и убивать нас есть каша остает ланд при хп довольно таки большом заградку сюда использовать не будем это и так пойдет 5 минут до конца боя А вот сюда заградку уже использовать будем. Так я убил голиафа блять а я думал что я убил этот самый крейсер голиафа блять ну вы поняли шикишиму я убил крейсер врага потоплен шикишиму 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 я убил Так точку нам эту не захватить это тоже нужно объективно понимать если мы остановимся то мы просто попадем в ловушку нам не хватит динамики и маневренности чтобы уклоняться от атак торпедоносцев поэтому с точки нам сходить Сближаться и убивать петушиного Башня главного калибра выведена из строя Руслан Так, ну чё могли, вкинули. Бля, почему фуги-то заряжены? Ой, ББшки. Я вроде тыкал на фугасы. И вот сейчас мы упираемся именно в проблему, вот из-за того, что АВИК нихера эсминцы эти не подсвечивал. Плясать, блядь, тут с бубном. Плясать с бубнецом, плясать с бубенцом. Я жив, батюшки мои! Вот просто серьезно, жив! Охереть! Ну ща уж летун космический как придет. Главное на торпеды сейчас в конце не доплыть, не наплыть. И будет нормалек. Да идиот, что ли, блядь! Вот здесь эсминец! Вы посмотрите на это чудо в перьях, батюшки мои! Воин неистовый! Ты тебе чё, какой... Ой, блядь! Вот, ну все эмоции, нахуй. Вы, я еще думаю, какого хуя он эсминц не подсвечивал. Куда ему эсминц подсвечивать? Один корабль вот здесь вот последний, он, блядь, полетел в другую сторону. Пилот, блядь, третьего класса истребительной авиации. Мозгов, блядь, в нашей вселенной. Ну торпеда один веер сфейлили, остался где-то второй. Ну, сейчас по трем точкам и просто перекапаем в плюсы и бой закончится. Хороший боец! Хороший! Ну, блядь, боже мой, это ж пиздос! Ну, стандартные лаги, где все правильно работает. Ну и че, что на Дрейке мы 200 тысяч надамажили, что на Голиафе мы надамажили. Не сказал бы я, что прям это было сверхъестественно непреодолимо сложно. Но объективно в этом бою, опять-таки, можно было бы проще победить, если бы Месье занимался не тырканьем торпедоносцев в нахуй ненужные цели, а подсветил на нашем фланге два эсминца, которые плавали и пидорасили нас по полной во всех направлениях. Ну, я понимаю, заниматься такими деяниями, спасать союзников от угрозы торпедоносцев, торпед, точнее, на фланге, где нету эсминца, да нахуя, нахуя. Лучше дамаженьку бить, батюшки мои. Вот такая вот она Голиафная хрень. Айвик летит к цели с пересадкой в Житомире. Ну, возможно. Не, ну вот, 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 серьезно. И вот это пилот авиации. Мне кажется, если ему в карту лицо, это, лицом в карту потыкать, он один хуй не поймет, что ты от него хочешь. Но этот понял на самом деле.